ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что он считает результаты выбора «Королевы дома-2» подтасованными. Потому что, по его мнению, настоящая королева – это только Ольга Бузова. И, конечно же, не обошлось без скандала. Рома и Оля заявили о том, что они намерены покинуть наш телепроект. Ну что ж, это их выбор. Хотя мне хочется верить, что здравый смысл, в конце концов, возьмет верх над эмоциями. И ребята найдут в себе силы порадоваться чужой победе. Наступил 772-й день нашей телестройки. Ольга Бузова и Роман Третьяков не смогли смириться с тем, что титул «Королевы красоты и машина» достались другой звезде по имени Солнце. Рома весь день возмущался от того, что, по его мнению, Солнце не идет ни в какое сравнение с Ольгой. Поэтому он предположил, что результаты СМС-голосования конкурса «Королева дом-2» были просто подтасованы. Рома предлагает Ольге покинуть проект, но пока она не дала утвердительного ответа. А действующая «Королева Солнца» ездила вчера на поиски своей второй половинки. Но на кастинге не оказалось ни одного достойного претендента. И она согласилась сегодня еще раз поехать на свидание со своим воздыхателем Германом. Вот и что толку, вы второй раз едете на свидание, и что, и все равно, я ничего не думаю. Ты не понимаешь. Первый раз, мало тогда будет знакомого. Сейчас уже больше знакомого. Но если на тебе сегодня опять скажешь, что ты мне только друг? Тогда я, наверное, уйду. Сочи? А что тогда еще делать? Только я и отношения стараться пылать. Я тебе говорю, я приходил сюда, думаю, ну, может быть, кому-то понравилось, да. Ну, построим, да, там, пару, да, сделаем. Ну, она мне, допустим, будет нравиться, и все, да, вот так вот будет. Отношения не то, что даже именно тут, да, потом, за переменами, ну, серьезно, не влюбляться. То есть я вообще об этом не думал. Вот пришел в любви, в общем. Привет. Ну, что, как-то? Нормально хочешь? Нормально. Вкусный. Ну, что, куда слышишь? Ты слышал, видишь? Ага. Я, блин, я, кушаю. Приятно было. То, что говорил Ром, да. Что Ром сказал, что машина тебе купит. Да. Думаешь, купит? Уверена. Когда? Он мне сказал, сначала заработал на машину, а потом на квартиру. Ну, ты ему сроки поставь, а то я тебе много скажу, что с мужиками надо послушать. Нет, с Ромкой я точно знала, он всегда свои обещания исполняет, всегда. Даже там, пообещал там колечко купить, купил. Ну, то есть, всякие даже мелочи, а так я уверена, что она тебе... То есть, уверена, что машину такую получит? Нет, он сказал, я вам сказала, даже не такую лучше. Какую? Ну, получше. Ну, давай срок обозначим, чего год, как думаешь, за год купит? За год купит, сто процентов. Ну, только спорим? Спорим. Да. Ну, что, бутылку хорошего шампанска. О, давай. Давай, давай. Так, ты ничего не заметила? Ты с какой-то офигительной сумкой, Настя, Кураль. Где взяла? Это мне офигительно она подруга попила. Сама? Да, она. Даже не подруга. Офигительная родственница. Ну, скажи, что ты думаешь по поводу происходящего вчера? И я знаю, что когда Рома пришел к тебе и сказал об уходе, я видела, что ты уходить не хочешь. Так вообще-то никто об уходе и не говорил. Просто... Не, ну, Рома сказал, что уходить. Рома сказал, что он готов, он готов хоть прямо сейчас уйти. Ну, два дня уже говорил, что он теряет время, что он хочет уйти. Ты знаешь, Ксюша, вот я вот тебе, может, скажу, не как ведущая, а как женщине, да, мне кажется, ты меня поймешь. Я вчера, у меня выведена в громкую связь, я все слышала, то, что говорил Рома. И мне, вот, ты знаешь, у меня такая гордость за него, я не знаю, может быть, это хотя бы то, что он говорит о том, что он хочет зарабатывать деньги. О том, что он хочет мне покупать то, что я хочу. О том, что он хочет, чтобы его женщина была счастлива. О том, что он не хочет просто сидеть на месте. Меня вызывает за сущение. Я согласна на то, что он говорит. Ни один мужчина здесь, ни Семик, ни Степа, ни Май, об этом не говорят. Понимаешь, мне вот гордость за него, ты понимаешь, я не знаю, получится ли у нас. Все равно рано или поздно мы уйдем. Сегодня, завтра вообще-то, а прям уходя никто и не говорит. Но не мы же подняли эту историю, Оль. Ведь ты знаешь, что мы наоборот рады, что вы здесь. Но ведь поднял эту историю Рома. Он говорил о том, что... Он считает этот проект глупый. Он не считает. И то, что ему здесь делать нечего, а ты хочешь соскаться. Он не считает. Он не считает этот проект глупым. Ты пойми, он говорит об одном, что он как мужчина хочет зарабатывать деньги. Ребята, ну меня радует то, что с каждым днем все больше и больше желающих пойти на стройку. Очень любимый город. Потому что вы не подняли. Мы поздравляемся вслед за Бородулейку. Да! Ройку! Значит, вот она территория. Вот у этого места. Собственно говоря, квадратик такой. Нам нужно будет с помощью пеноблоков, да, выложить некую площадочку. Ну, ребятки, прежде чем мы это будем делать, у нас там есть... Нужно будет снять верхний слой почвы. Эпидерма. Эпидермуса. Хватит ругаться уже на французском. Прекрати ругаться на стройке. Это называется эпидермус. Это позволительно только прорабу. Ругаться на стройке. Эпидермом. Кидаться эпидермом. Кидаться эпидермом. Все, ребят, инструменты есть в задании, есть силы, есть. Собственно говоря, ума не надо, поэтому работаем. Давайте. Я не знаю, я не готова сейчас прям собрать вещи и уйти. Я мечтала... Слава богу, никуда не уходи. Для этого и пришла, чтобы вы никуда не уходили. У нас через месяц два года, как к нашим отношениям. А то, что он это говорит, ты... Не знаю, я смотрю со стороны, и я реально горжусь, восхищаюсь, что он думает обо мне, чтобы мы пришли реально в столяре. Ты пойми тоже, Олечка, ты пойми, что со стороны, вот то, как он себя вел в последнем этапе конкурса, и после этого конкурса, ты себя так не вела. К тебе нет ни одной претензии. А я... То, что он себя так вел, это тебе только дается в минус, а не в плюс. Вот пойми. Не в минус мне это дается, потому что он... Я вижу... Я считаю, вот если ты хочешь мое мнение, то отчасти ты конкурс проиграла именно вот из-за этих роменных разговоров. Вот если бы их не было, и было бы все то, что ты исполнила, ты бы заняла первое лицо. Нет, я так не согласна. Он таким образом меня поддерживает. Ну, посмотришь, что ты через... Когда? Через неделю поедешь домой, посмотришь кассету. Ну, хорошо. Давай. По глубине пойдет, не пойдет? Попрыгай. Нет, это надо, чтобы ты на Антона встала, а он потом попрыгал. Нет, я вам еще наоборот... Давай, прыгай, Антон, на меня. Дожишь? Давай. Антон! Антон, ты такой! Ну, не получилось, давай. Давайте пойдем. Ну, давай. Это же лось! Давай. Держишься. Держи, 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 держи. Давай, только давай. А, Доня, ты это сделала. Прыгай, прыгай. Утрамбовая. Давай, прыгай, прыгай. Утрамбовая. Утрамбовая. А что? Нам сюда. Сюда, хорошо. Девушка, можно 42-й? Спасибо. Спасибо. И 37-й, как у Золушки. Да. Спасибо. Да. Да, да, да. Опа. Опа. Не вредься. Получается. Да. Слушаемся. Самая обаятельная, самая привлекательная девушка на всем белом свете. Да? Да. И что ты собираешься делать? Добиваться с тебя. Будет розыгрыш, мы будем с тобой в га... вообще. Да. Ниже плинтуса мы будем в самые х... с тобой. Да. Играть на камеру, беситься. Все, что мы с тобой переживали здесь, это все будет в ноль. Да. Мне нечего здесь делать. Ровно как и тебе. Удачи. Спасибо. Так, Суслик. 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 Привет. Привет. Что тебе на голове, что ты на прическа? Ну, просто. Спасибо. Наконец-то ты приехал. Наконец-то я приехал. Да, я тут вообще никого нету. Пять человек. Серьезно? Да, все поразъехались. Как дела? Нормально. Ну, ты это ты вдул? Да. Ну, и че? Ну, и че? Ты плохая опять? Некорректно себя ведешь? Нет, по-другому про тебя разговаривали. Про меня разговаривали? Да. Я теперь плохой? Да. Ага. Какая красота. Где? Красота. Кому-то опять не имеется, идем. Совсем нечем заняться. Это лебеди со спидевыми головами? Нет, мне кажется, это люди, у которых в голове нет каких-то творческих жилок для того, чтобы сделать что-то у себя. Мама, привет! Привет. Нет, ну вообще, ну есть вот... Это шариков понаволокили, смотрите. Вот есть мозг, чтобы что-нибудь придумать интересное и новое. Что всем надо от нашего домика? Вот что. Так, ну кто там? Кокосик, здорово! Привет, малыш! Все? Малыш, привет! Здесь нам коробаток не прилепить нигде. О, мой хороший, здорово! Здорово! О, мой сладкий! Я готов уходить отсюда. Потому что ничего не меняется. А я хочу чувствовать почву под ногами. А я ее не чувствую. Я по-прежнему где-то в падении. И не знаю, я на сеновал хороший, мягкий упаду, или жестоко об землю разобьюсь. Потому что проект, это люди, ну, в подвешенном состоянии относительно. Ну, ни у кого нет недвижимости, машины, все это бред вообще. Что, в конце концов, или ничего, ну, нефть можно качать, хорошие деньги зарабатывать. Я работать хочу. Мне все равно, мне надоело быть звездой. Хватит! Так мы не звезды. Ну, надоело мне быть. Мне надоело раздавать автографы. Мне надоело все это. Да, да, войдите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Нормально, выходи. Выходи, Марик. Ты знаешь, дверь нельзя дома открытой держать, как он служит. Спасибо. У нас вот это. Сейчас нынче не в моде. Ведущий живем. Сейчас модно вот общаться с манекеном. Очень, очень удобная штука. В любое время можно поделиться впечатлениями от этого. Сразу вот вечный тет-а-тет, видишь, всегда в своем доме. Так что вы можете поделиться. С бородулей можно пообщаться. Вот, нет, ну смотри, нет, ты смотри. Как она на тебя смотрит? Ну почему ты... Какое отношение к ведущим вообще? Я не мечтаю видеть у себя дома живых ведущих. Тебе нечего ей сказать? И друзей. Мать, тебе нечего сказать, да? Ты красивая, эффектная, стройная, великолепная женщина должна проигрывать в конкурсе красоты. Я этого не пойму. Объективно давайте посмотрим на девушек. Да ну, Ромка, ну так получилось. Ты лучше, а все, я... Да я не устан утвердить. Даже я вчера... У меня была такая мысль. Ведь у тебя... Как бы мировой эталон красоты. Приведите мне, пожалуйста, один прототип солнца. Марик, здесь один хозяин в доме, он будет делать то, что надо. Отошел от двери до двери, он делает то, что хочет. Все. А что ты так нервничаешь? А что я так нервничаешь? Я же к тебе очень хорошо отношусь. Да? Левочка. Я вообще рад тебе... Я посмотрела в Сирии. Я видела, как ты... Я рад тебе, я тебя рад тебе. Ой, я даже так рада. Здравствуйте. Здравствуйте. Все. Мужик, что... Я к тебе с искренними чувствами вообще. Какие, простите. Марик, как жалко, что ты уже уходишь. Я в бородоле, я просто не вижу... Пожалуйста. Причем тут это? Это что, какая-то злая шутка? До свидания. Какие вы грубые, какие вы негостеприимные. Если в конкурсе красоты выигрывает солнце, то кто же выиграет дом тогда? Значит, получается, что не ценно на самом деле ни пара, ни отношения, ни многое другое. Ну, правда. Если абсолютно истинные вещи считаются неистинными, если тебе Собчак сейчас спаривает, что у тебя хреновая душонка какая-то грязная, мелочная, как на самом деле, что на самом деле не является таковым, тогда, может быть, мы еще и перед финалом здесь нам скажут, что мы опять играем на камеру три года подряд. Так, ну, недавно же говорили, что мы играем. И скажут вновь, поверь мне, будет розыгрыш, мы будем с тобой в... вообще. Да. Ниже плинтуса, мы будем самые хреновые с тобой. Да. Играть на камеру, беситься. Все, что мы с тобой переживали здесь, это все будет в ноль. Да. Мне нечего здесь делать, ровно как и тебе. Смотри, какая маечка офигенная. Ну, Дэш, померяй, пожалуйста. Ну, я понимаю, что тебе такое внести не нравится, но я тебе просто кое-что объясню. Ну, померяй, пожалуйста. Смотрите, какой улыбл офигенный. Я не хочу с таким отношением сидеть здесь еще один год. Я же говорю, я готов в шестидневный срок в неделю собрать все сумки и отвалить отсюда. Я готов. Потому что ничего не поменяется. Я опять включу компьютер и не начну что-то делать. Потому что мне нечего делать здесь. Нечего. И буду, получая, я опять выйду на лобное место и человек скажет, ну что, тебе здесь не нравилось же, а что ты не решился идти? Иди, иди. Ты же лев у нас. Я знаю, что он и скажет. А что, я заткну рот и скажу, да, Ксюша, да. Да, я решил остаться. Я такое чмо. Я безвольный хмырь. Так я должен и совести. Кто это делал, скажи? Перед рюклейом тоже. Как кто? Это он тоже. Все тот же. Вечер юмора проваляется. Не знаю. А я всех на него не видел. А я помогал. А вы не хотели свое что-нибудь сделать у себя? Ну ты же вы к нам лезете. А фонтанами не надо. Так не лезете. Копите фонтанами, может, там будет песня когда-нибудь. Это что-нибудь свое придумывает. Мне сейчас мать предложит не умную вещь. Есть создатели, а есть вредители. И вот вам не... Разрушители. И вам не есть, нет. Есть вредители. Вы же не разрушили. Вы вредите. Это второй раз. Как саранчат. Зачем вы лезете вообще в нашу жизнь? Зачем вы трогаете наш домик? Был у Наполеона? Только... Ну что у меня Наполеон? Бонапарт. Бонапарт? Да. Извините, Бонапарт. Я вас люблю, мой король. А ты моя Жозефина, ты знаешь, что Жозефина тоже была блондинкой? Да? Да. А Наполеончик маленький. И лысый. Нет, не лысый, но маленький. Это как ты, что ли? Метр пятьдесят восемь, по-моему, он был рост. А у тебя какой рост? Метр семьдесят. Так ты выше даже, чем Бонапарт. Я выше, чем Бонапарт. Так это что-то говорит? Конечно. Ну больно, Зал. Хорошо. Целоваться нам еще рано. Конечно, рано. Поэтому только нафигами так и делаем. И делаем нафигами. И все. И все? Да. В этот летний холодный вечер, когда пасмурная погода и капает дождь, Хочется, чтобы кто-то родной прижался к тебе, согрел тебя и сказал, что ты самая любимая на этом свете. И подарил тебе частичку солнца. Есть человек, который себя просто замечательно и шикарно чувствует. Это Виктория с новыми ее шикарными волосами. Передемонстрируй, пожалуйста. Вот эта златовласка практически ждет своего вранья. Я настолько расслабился, настолько расслабился, что даже уже не готова с предварила. Так его вышел как деревня. И очень счастлив, что ты меня любишь. Вот такого простоа. А волосы тебе нравятся, Виктория, новые, шикарные? Слава Богу, не я плачу. Я плачу. Да, ты крутой рэпер, мне этого достаточно. У меня нет подарка для тебя. Но есть небольшой, я не накрасила губы. Поэтому я дарю тебя шикарным поцелуем. Мама миссия. Все? Да, все. Что, Майя, не рада меня? И этот человек нам каждый день базарит Астрасию. И в итоге, что он чмогнулся, как пятиклашки в детском саду. Так, вторая женщина с не менее шикарными волосами и с шикарными чулками. Это Алена Водонаева, девушка в красном. Дай нам несчастным. Не дам. В этом твое счастье, поверь, Маюха. Ой. Ну, конечно же, я тоже и деревня. И целоваться нам еще рано. Конечно, рано. Поэтому только носиком так-то делаем. И все. И все? Да. А у следующей женщины с самой шикарной волосой на телепроекте Дом-2. Да нет, я, конечно, не о себе. Я Ольге Моцах! Выходим! Я тут, я моя зайка. Слушай, да, такая вот ситуация. Что-то говорят про нас там с тобой. Не верно чему, ты мне нужна. И будешь на душе. И на тебе эту вилку для снятия лапши с ушей. Жанна, выходите сюда, пожалуйста. Это роковая женщина. Ну да, сейчас пока что нету тут моего молодого человека. А что ты прям так сразу подожди? Подожди. Я сейчас пойду уговариваться. Кого хочешь, чтобы было мало, скажи, пожалуйста. Кого хочешь, чтобы было мало? Я хочу, чтобы меня сам человек выбрал. И воспринимал меня такой, какой я есть. Вот, а если тебе не нравится, значит, не судьба. Вот и все. Ты сейчас была не яркой, зато очень неискренней. Это достойно аплодисментов. Спасибо, Жанна. Девушка в образе ангела голубоглазого с какими-то непонятными крылышками. Крылышками. Да, выходи сюда, вылетай, я бы сказала, и расскажи нам. Мы сейчас будем это, ну... Без слов. Ты меня на рассвете разбудишь, проводи, не обутая, выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Стольких амельких людьми, на-на-на-на. После моря слез провели в небе, их души очистились. И с высоты своей ангельской природы они поют свою молитву влюбленным сердцам Оли и Вадима. Они желают им счастья, детей, улыбок, сытых желудков, чтобы они всегда ни в чем и ни в ком не нуждались и наслаждались друг другом. И послушайте крик души. И качнуться бессмысленной высью. Парафан на реке жить отсюда. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не забуду. Браво! Ну что же, все стало ясно, и я все-таки искренне надеюсь о том, что в этом мире не будет существовать безответная любовь. Давайте еще раз поаплодируем Маре Хорникой. Спасибо большое. Мы хотим услышать ответ Этот проект тебе нужен или тебе он не нужен? Ты остаешься или ты уходишь? Роман, по-моему, простой вопрос Да или нет? Сегодня мы с Маем вернулись из Екатеринбурга Я наконец-то познакомила его со своими лучшими друзьями А еще мы привезли Романа Третьякова настоящие подарки Встречаем Ксения Собчак и Ксюша Бородина Ну что, вот давайте с этого, наверное, и начнем Как вы съездили? Съездили хорошо Сначала у нас был концерт в Екатеринбурге А потом мы остались там с Маем на три дня У моей лучшей подруги Насти и ее будущего мужа Андрея Они решили пожениться Образцово-показательная пара Там я также знаю, остались Степа и Боня Удалось ли вам там пообщаться вместе? Удалось не пообщаться То есть вы не общались? Нет? Замечательно, ладно Подождите подарки у нас Давайте, давайте подарки Когда был день рождения у Романа Третьякова, нас здесь не было И поэтому, как обещали, мы привезли подарки Я, как человек исключительно модный, не мог привезти тебе немодный подарок Я привез тебе исключительно модную летнюю рубаху Прямо под мой кошелечек Спасибо, спасибо Май, ты как-то чувствуешь? Так, а теперь я и есть Я так понимаю, что раз со Степой вы рассорились и вряд ли теперь будете друзьями Сейчас идет такая нацеленность на дружбу с Романом Третьякова Да ладно тебе, мы уже давно уже разобрались с трупом Ромочка, я также знаю, что ты в последнее время очень много нервничаешь И я думаю, что эта вещь тебе сможет пригодиться Я здесь ее положу Надеюсь, он не достанет Сюха, я предлагаю поменяться местами Нет, имелось в виду, там, с Ольгой Бузовой, мало ли чего, от нервов всякое бывает В основном у нее поменял время конфликта не с Ольгой Бузовой, а с нами Нам ребята рассказали, нам ребята рассказали просто На кого нацеливаешься, Роман Раз Роман взял в руки Биту, надо все-таки нам с тобой все же проявить силу характера и не струсить, и поговорить, наверное, на самую важную тему. Ромочка, несмотря на то, что Бита рядом с тобой, хочется у тебя спросить, что же ты все-таки думаешь по поводу всего происходящего в лагере? Ну и по поводу происходящего тебе-то, наверное, мало интересно, тебе интересует... Нет, ну тогда, наверное, тебя и всех остальных ребят, и прежде всего, наверное, наших телезрителей, заинтересует то, что я сейчас попрошу сюда занести. Я прошу администратора вынести компьютер. Ну, Василий, ты хочешь подарить мой компьютер? Как приятно. Хочу тебе кое-что показать. Вот есть такая замечательная вещь, как компьютер. И письмо на имя генерального директора ТНТ-продакшн от ТНТ-телесеть, которая, соответственно, делится итогами зрительского СМС-голосования. Солнце 44 724 голоса Ольга Бузова 38 239 и Анастасия Дашко 20 762. Вот такой документ с печатями, могу тебе показать. А тут, собственно, сами эти голоса, вот они все, Роман, можешь позвонить прямо каждому человеку, который звонил. Более того, мы выяснили, что Ольга Бузова практически в нечестной борьбе сражалась с Солнцем, потому что по Солнцу последний голос мы приняли в 23 59, а по Ольге Бузовой последний голос мы приняли в 00 00 01 минут. Соответственно, Роман, так как ты сейчас овладел этой информацией, мне бы хотелось, чтобы ты принял все-таки извинения за свои слова перед телекомпанией ТНТ. Я хочу принести свои извинения прежде всего тем людям, которых обидели мои размышления на эту тему. Говорил Солнцу, я, возможно, если ей будет еще приятно услышать, что я прежде всего адресую ей свои извинения, потому что отчасти, может быть, мои сомнения в ее победе нанесли ей более серьезный урон, чем компания ТНТ или сеть. Я думаю, что... Роман, все-таки ты тоже сказал, что компания ТНТ, да, нечестно поступила. Я извиняюсь за свои мысли, произнесенные вслух перед телекомпанией ТНТ. Спасибо, Роман. Ну, я хочу сказать еще так же, что несмотря на это, несмотря на результаты этого голосования, я твердо уверен в том, что и я не перестану никогда сомневаться, что моя женщина самая красивая, самая лучшая, самая творческая. И она достойна не только этой маленькой коронки и машинки. Я приложу все свои мужские усилия, все свои амбиции, которые я здесь не так давно высказывал. И она будет владельцем не только маленькой короны, она будет... У нее обязательно будет и машина, и все, что она потребует. Я считаю, что, может быть, она участвует в подобного рода конкурсах только по причине моей мужской несостоятельности и по причине того, что, может быть, я не могу себе позволить подарить ей машину. Я думаю, Ромочка, это не так, и то, что ты сейчас это говоришь, я думаю, Олечке безумно приятно. И, наверное, каждая женщина мечтает о том, чтобы в ее адрес были сказаны именно такие слова. И, безусловно, Ольга Бузова для тебя самая красивая, самая лучшая, самая добрая. И она такова и для 38 тысяч чего-то там, и это тоже немало. Ну, все-таки давайте не забывать, ребята, что у нас был не конкурс низ красоты, а у нас был конкурс королева дома 2. А королева это не только вот все то, что было перечислено, не только красота, не только рост, фигура, танцы и так далее. Это общие образы. И вот этот образ оказался в глазах телезрителей, соответствующим образу Солнца. Поэтому, Его Величество, вам были принесены извинения. Ваш статус восстановлен и непоколебим. И хотелось бы, Роман, спросить тебя еще об одной вещи. Слушай, ты на прошлом лобном месте и сегодня весь день говорил о своем уходе. Что ты в итоге решил? Ты уходишь или ты остаешься? Один из меня. Он уходит, а я... Ну, это уж вы оба решаете. Я, если ты помнишь, сказал, что я готов уйти из телепроекта. Я по-прежнему остаюсь готовым уйти из проекта в любую минуту, в любую секунду. После того, как мы посчитаем пребывание на проекте нецелесообразным. Поскольку я сказал, что моя женщина достойна обладать машиной и всерозможными другими титулами, я постараюсь сделать это так, чтобы те 6 тысяч голосов, которые усомнились в великолепии моей женщины, переменили свое мнение и потом рвали на себе волосы и думали, боже, как же это так, мы не разглядели в Ольге такую королеву. Я считаю, что... Хорошо, мы не поняли только, Роман, ты остаешься или ты уходишь? Я, по-моему, говорю достаточно прозрачно, Ксюша. Прозрачно ты не говоришь по сути, готов уйти, не готов. Ты мне скажи, ты уходишь или ты остаешься? Я сказал достаточно прозрачно. Я не понимаю, Роман. Я ответил, Ксюша. Нет, ты не ответил. Я уже прокомментировал, Ксюша. Нет, ты не дал мне ответа. Слушай, я не понимаю, я идиотка, я тупица. Ты же так очень часто обо мне тоже говоришь. Нет, я никогда себе не позволил говорить, что ты тупица идиотка. Ну хорошо, но я глупенькая, но что, я не понимаю, что ты имеешь в виду, Ромочка. Ксюша, я ответил, я не собираюсь никак не уходить. Ты не можешь ответить на мой вопрос, остаешься ли ты уходишь? Я ответил прозрачно и понятно. Нет, ты весь день, подожди секундочку, ты весь день комментировал, что тебе нечего делать на этом проекте, что он тебя только тухляет, отупляет, что тебе здесь нечего делать. Мы хотим услышать ответ. Этот проект тебе нужен или тебе он не нужен? Ты остаешься или ты уходишь? Роман, простой вопрос. Да или нет? Уйти сейчас для меня это будет трусостью и проигрышем. В том плане, что я поджав хвост после поражения на конкурсе убегаю. То есть тебе бы хотелось уйти? Мне бы хотелось заслужить достаточного уважения со стороны телезрителей, чтобы мы не чувствовали с Олей себя в каких-то моментах обделенной. Я постараюсь приложить все усилия. Я сейчас тебя перебью, ты извини. Ты считаешь, что телезрителей недостаточно вам, да, как бы считаешь, что вы якобы пары? Ты знаешь, нет, я считаю, что телезрителей достаточно. Подожди секундочку, то, что вы выиграли миллион, да, за вас проголосовали самые первые причем. Я думаю, мне и Насте Дашко, особенно в твоих устах, сейчас понравилось слово «обделенными». Мне кажется, что это... Нет, все же, я объясню слово «обделенный». Ты знаешь, мы с Олей являемся самой старой парой на телепроекте «Дом-2», и когда от ведущих мы слышим каждый божий раз, когда нужно поднять какие-то эмоции, вы лицемерово играете на камеру, для меня это, я считаю, что я обделен. Я обделен в уважении, я обделен в каких-то нормальных, простых человеческих вещах, более того, я уверен. Это было один раз, Роман, ты не прав, это было один раз на лобном месте, и это мы приводили мнение определенных телезрителей, которые посылали нам СМС-сообщение. Мы не говорили это как свое мнение, Роман. Я прекрасно помню это лобное место, и я сказала, что существует мнение наших телезрителей, которые ты тоже можешь увидеть в СМС-отчетах. Можно свое мнение прикрывать мнением телезрителей, как угодно. Я тоже так могу говорить в лицо каждому человеку. Существует мнение телезрителей. Так, а есть разные вещи, извините меня. Одно дело сказать, я так думаю, а другое дело сказать, есть мнение. Ты, возможно, просто очень, ну как, хорошо апеллируешь терминологией, и тут тебе, конечно, не прикопаешься. Подожди, а при чем терминология? Ты считаешь, что я считаю вашу пару лицемерной? Я считаю, что это твоя мысль была, да. Нет, это была не моя мысль, это была мысль, которую я почерпнула из СМС-голосования. То же самое, что многие считают сейчас лицемерной пару Алена и Май. Многие считают там лицемерной пару, может быть, Солнца и Антона. Есть разные мнения. Кому-то, может, не нравится пара Настя и Сэн. Такие люди тоже наверняка есть. Просто я говорю о тенденции. Вот на тот момент тенденция была такова, что вашу пару считали фальшивой. Ничего. А зачем тебе кому-то что-то доказывать? Ты живешь, ты любишь, у тебя замечательная девушка, у тебя, в принципе, все нормально. Да, мне бесит, когда мне что-то приходится доказывать. Но мне очень удивительно даже из твоих, Ксюши Бородина, уст это слышать. Я видел это на телевидении, когда мы разговаривали с Настей, ты говорила такие слова. И мне было, поверьте, не очень приятно. Какие еще раз, какие слова я говорю? Что касается Рома, Соля играют на камеру. Было сказано опять же, что мне не зритель, а не то, что я так считаю, что вы играете на камеру. Что же вы, кстати, боитесь своего личного мнения, ребят? Конфликт остается неразрешенным. Скажи в итоге, ты хочешь остаться на нашем телепроекте или ты хочешь уйти? Я горю желанием остаться на телепроекте, во мне небывалый потенциал. А почему с такой иронией это ты говоришь? Бушуют силы. Я вижу для себя массу интересных занятий. Ром, а почему ты с такой иронией говоришь? Почему ты не можешь это сказать просто? А, мне так легче, я прикрываюсь маской. Ты не можешь об этом говорить серьезно? Да, я не могу говорить об этом серьезно, потому что, ну, не получается мне об этом говорить серьезно. Тогда зачем, Ром, оставаться? Вот я все понимаю, вот то, что ты говоришь, Ромочка, я тебе честно могу сказать, и мы это с Ольгой Бузовой обсуждали. То, что ты говоришь, на самом деле внушает уважение. И то, что ты хочешь заработать денег, и то, что телепроект тебе кажется несерьезным. Ты имеешь право на такую точку зрения. И я, поверь мне, абсолютно даже тебя в этом понимаю. Зачем тогда здесь оставаться? Вот сейчас, на данный момент, я увидел перед собой цель, которая вполне возможно до этого момента потерялась и была прозрачной. Даже пускай под цель является счастье моей женщины, да? А будущее, это наше семейное благополучие и выигрыш, который, опять же, маячит впереди. И в данный момент, мне кажется, очень будет сильно, да, но в то же время очень глупо и опрометчиво взять и бросить все на полпути, наплевать на все свои усилия, которые... Да, я тебе скажу честно, мне неинтересно на проекте, мне неинтересно общаться с людьми. И именно поэтому я сижу у себя абсолютно всегда перед компьютером. Но цель оправдывает средства, и мне действительно хочется. Я по-прежнему верю, и этот конкурс красоты для меня лишнее оправдание оставаться здесь для того, чтобы доказать всем окружающим, что лишь нормальные человеческие ценности, любовь может побеждать и должна побеждать. Потому что добро должно побеждать зло. Я хочу верить в добрую сказку с хорошим концом. Я буду сидеть здесь ради того, чтобы выиграть дом. Но тебе здесь плохо? Я не могу сказать, что мне здесь шикарно. Да, какие-то моменты, и я об этом сейчас открыто заявил, меня не устраивало. Ну хорошо, то есть ты открыто заявляешь о том, что ты здесь будешь находиться единственно ради того, чтобы выиграть дом. Я думаю, что... да, да. А есть еще, вот мне просто интересно, есть еще, давайте откровенно, есть еще здесь такие люди, которые находятся на проекте исключительно ради того, чтобы выиграть дом. Только ради этого. Поднимите руки, ребята. Нету ни одного такого больше человека. Отлично, нам дом достанется. Ну что ж, Роман, ты сказал замечательную фразу по поводу того, что добро обязательно должно победить зло. Каждый пусть для себя решит, что есть добро, а что есть зло. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.